И сейчас у нас продолжается наша сегодняшняя конференция, фестиваль, и очень рад представить вашему вниманию нашего преподавателя управления командой, человека, который как раз наставляет на путь истинной команды наших слушателей, которые в геймдеве уже... Сергей, ты сколько? Лет 15 уже, наверное, в геймдеве? А то и больше, да. А то и больше там это. Сейчас Сергей еще сам расскажет, в каких компаниях он поработал и где сейчас, вот. И Сергей как раз поделится своим опытом того, как формируются игровые команды. Сергей, спасибо большое за то, что пришел этим поделиться. Вот. Кстати, на нашем обучении вместе с Сергеем сделали настольную игру симулятор геймдева, с помощью которой можно посимулировать свой путь в геймдеве. Вот. Сейчас ссылку на нее тоже скину, ее тоже можно взять. Ну что ж, Сергей, спасибо большое, что пришел. Давай я тебя сделаю с организатором, и ты сможешь расшарить свою презентацию и поделиться своим знанием и опытом. Ну, поехали! Поехали. Так. Вот. А, ты тоже здесь сейчас остаешься? Да, конечно, конечно. Я как раз сейчас в чате буду отвечать. Я вот сейчас буду писать в чате много ссылочек. в полезных, и буду тебе говорить, какие вопросы задают. Да, хорошо. Все окей. Договорились. Так. Добрый день. У нас как раз как-то так удачно получилось, что моя тема, о которой я сегодня буду рассказывать, она как-то плотно так пересекается ровно вот с последними вопросами, о которых сейчас как бы ребята рассказывали. Вот. Говорить мы будем о том вообще, какие роли и специальности в геймдеве есть, какие-то вещи могут показаться очевидными, какие-то вещи, я думаю, что для многих впервые услышат, что такие специальности вообще в природе существуют. Вот. Ну, собственно, по основным специалистам пройдемся у нас, в каких командах они работают, чем они занимаются, что делают. Немножко тоже, собственно, расскажу про, собственно, деньги и стоимости. Вот. Аж важный вопрос для той и для другой страны, для тех, кто, ну, собственно, хочет поработать в геймдеве, ну, и для тех, кто будет открывать свою студию и по рынку специалистов искать. Итак. А, ну, собственно, немножко обо мне. Я, ну, порядка 15 лет делаю игры, в основном в качестве продюсера. В роли, скажем так, наемного сотрудника-продюсера успел поработать совершенно в разных, как бы, жанрах и форматах. Ну, вот. Начинал я в свое время в компании Невал. В 2005 году работал над кучей дополнений к такой real-time стратегии Blitzkrieg 2. Вот. И, в принципе, потом в Невале провел порядка, там, 7 лет. Вот. После этого много занимался мобильными играми. А в 2015 году я пошел поработать в компании Ubisoft и занимался там платформой Uplay. Ну, и, соответственно, всеми играми, которые выходили в 2015 и 2016 годах, ну, собственно, со стороны платформы Uplay. В настоящее время у меня свое издательство настольных игр, называется Geminode. Вот. Как раз вот Слава рассказывал про то, что мы сделали настолочку про путь в геймдеве. Называется геймдев-симулятор. Вот. Как раз выпустили вот от моего издательства. Кроме этого, я участвую сейчас в двух инди-студиях, вот, в которых, в общем-то, являюсь основателем. Студия «Синие еноты», она же «Дранк и дракунс». Мы сделаем игру «Frequency Chernobyl», такой квест про радиоволны, про радиоэфир. И студия «Камрад Бергеймс». Там мы делаем Dungeon Crawler в Cyberpunk сеттинге Twilight Wars. Вот. Обе эти игрушки, они сейчас на конкурсе Unreal Engine. Ну, как бы, одна в финале, другая в полуфинале. Вот. Ну, собственно, также преподаю, как Слава сказал, на курсе управления командой. Вот. И помогаю многим инди-студиям в качестве консультанта или продюсера в разных совершенно форматах взаимодействия. Вот. Так что, если вдруг какие-то, ну, у кого-то будут подобные запросы, то, соответственно, тоже можно писать мне в Facebook. Вот. И там можно договориться о каких-то вариантах взаимодействия. Итак, тогда двинемся к теме нашей сегодняшней лекции. Ну, скорее, такая даже не лекция, а сегодняшнего разговора про роли и специальности в геймдеве. Вообще, кто бывает, кто что делает. Вот здесь вот на слайде видно две колоночки. С левой стороны это люди, которые, без которых проект сделать, в общем-то, практически невозможно. Вот. Справа, соответственно, люди, которые в геймдеве дополнительно еще бывают, проектами работают. Вот. Но либо являются, ну, обязательными специалистами для каких-то очень крупных или специфических проектов. Вот. Ну, либо, соответственно, уже от какого-то, ну, скажем так, размера, команд, размера студии. То есть, например, такие люди, как Бездев, вот, они уже появляются, как правило, в компаниях, ну, вот, там, 50 человек и выше, которые уже имеют какую-то позицию на рынке. Ну, давайте двинемся по порядку. Начнем мы с продюсера. Потому что, как правило, продюсер – это, в общем-то, главный человек на проекте. Главный он, скорее, с точки зрения того, что продюсер, ну, в 80-90% случаев, он же является визионером и идеологом проекта. Он его, собственно, ну, не обязательно придумывает. То есть, продюсер может вполне находить где-то проекты. Вот. Но продюсер, он поддерживает обычно вижен игры, чтобы она никуда не, ну, собственно, он там не менялся, никуда не уезжал. Вот. И продюсер, он следит за тем, чтобы, собственно, продукт был сделан со всех сторон, со всех аспектов. В первую очередь, это работа с командой, работа с финансами, работа с позиционированием, с выводом проекта на рынок. То есть, если мы говорим о какой-то, ну, небольшой, там, допустим, Инди-студии, то продюсер, скорее всего, он будет совмещать еще все функции, там, учредителя или, там, генерального директора, потому что, в целом, это максимально удобно. Вот. Если наша студия работает по гибким методологиям, то продюсер в большинстве случаев будет продуктовнером. Если мы говорим про работу в более крупной компании, то функции продюсера несколько меняются, и продюсер, он становится таким звеном между командой и всей внешней средой. Вот. То есть, будь то взаимодействие с другими департаментами, взаимодействие с руководством, взаимодействие с, там, внешними заказчиками. Вот. Все это, как бы, попадает на продюсера. Задача продюсера в данном случае является в том, чтобы, ну, как бы, защитить команду максимально от внешних воздействий, чтобы команду ничего не отвлекало от продуктивной работы. Вот. Кроме того, если мы говорим о, таком, скажем так, западном подходе, да, к геймдев-командам, то продюсер — это человек, который про счастье в коллективе. Вот. Продюсер — это человек, который про людей в коллективе. Вот. То есть, в западных студиях, ну, особенно в крупных компаниях, там, вот я могу про опыт Ubisoft рассказывать, да, то есть, продюсер, он достаточно редко занимается вещами, связанными непосредственно с задачами или с какой-то вот, ну, непосредственно прямой проектной деятельностью, особенно текущей. Вот. То есть, продюсер, он решает больше вопросы такого стратегического характера для проекта, и продюсер, собственно, следит за моральным состоянием команды, вот, пытается обеспечить оптимальные рабочие условия, и создает вот этот вот, собственно, самый уровень счастья в команде. Возвращаясь к тому, ну, если про маленькие команды опять же возвращаться, то продюсер часто совмещает в себе очень много функций, таких, которые, в принципе, на проекте нужны, но для маленькой студии, которая не может себе позволить отдельных специалистов, поэтому, скорее всего, на продюсера ляжет и бездев направление, и вещи, связанные с HR, с поиском новых сотрудников. Вот. По поводу костов. Продюсерами, ну, по понятным причинам, крайне редко становятся люди без опыта. То есть, в большинстве случаев путь к продюсеру — это путь с каких-то других должностей. Чаще всего или с PM-ства, или с гейм-дизайнерства можно двигаться в сторону продюсера. Вот. Поэтому продюсеры, скорее всего, имеют какой-то дозу, уже какой-то значительный опыт в игровой индустрии. Как правило, это там, ну, три плюс года. После этого, в принципе, продюсеру достаточно сложно куда-то там, например, расти дальше. То есть, продюсеры либо уже занимают, ну, как бы двигаются в сторону, ну, там, совета директоров, да, и, то ли там уже каких-то, ну, в структуре компании, да, там, в партнерство. Вот. Либо, соответственно, двигаются уже в сторону каких-то там своих студий и открытия там собственного дела. Если как бы про такой более, там, дальний путь смотреть. Вот. По поводу уровня, в принципе, зарплат, да, для продюсеров это довольно такая странная величина, в плане того, что по оценке зарплаты может быть достаточно, как бы, разной. Вот. У меня вот здесь указано, что, ну, средний ценник в Москве на продюсера 150 тысяч. Это речь идет про продюсера, ну, скажем так, достаточно, как бы, среднего уровня, вот, который, скорее всего, именно опыт продюсерской работы имеет, там, год или два, вот, допустим, один, там, полтора-два успешных проекта вышедших, вот, ну, и, соответственно, суммарный опыт в геймдеве, как правило, это лет от 5 и выше начинается. Вот. Поясню, почему продюсеры, как правило, имеют еще достаточно большие премии или завязанные на KPI проекты. Вот. И, в принципе, в большинстве студий продюсер, он является, наверное, ну, зачастую единственным членом команды, который имеет, ну, собственно, серьезную какую-то финансовую мотивацию, привязанную к успехам проекта. Ну, в принципе, в геймдеве структура, вообще, зарплат премирования, она обычно привязана таким образом, что у большинства сотрудников, как правило, кроме продюсера, да, то есть у них существует какая-то система премий, вот, которая привязана, ну, как в обычных компаниях, не геймдев, к размеру зарплаты. То есть, допустим, получают, там, 13-ю зарплату или, там, дополнительную зарплату раз в полгода или, соответственно, допустим, 2 или 3 дополнительных зарплаты, привязанные, допустим, к релизу проекта, к успешному релизу проекта. Вот. Продюсеры же, как правило, да, повторюсь, что имеют еще дополнительные премии, завязанные на KPI проекта, на его успешные метрики, успешные показатели того, как он проявляет себя на рынке. Второй человек, который обязательно нужен на проекте, это project manager. Если мы говорим про небольшую инди-студию, то, скорее всего, у нас не будет и продюсеры, и PM, у нас будет кто-то один из этих людей. Опять же, если мы живем по каким-то гибким методологиям, например, по скраму, то, скорее всего, у нас PM в этом случае будет скрам-мастером. Вот. И в маленьких студиях обычно возникает тандем из продюсера и геймдизайнера, или PM и геймдизайнера, которые берут на себя две вот этих ключевых для скрама роли. То есть, если у нас возникает связка продюсер-геймдизайнер, то, скорее всего, продюсер будет project owner, а геймдизайнер — скрам-мастером. Соответственно, если у нас есть PM и геймдизайнер, то, соответственно, наоборот. То есть, PM будет скрам-мастером, а геймдизайнер будет, соответственно, визионером на проекте. Если мы говорим про более крупные компании, когда у нас компания может себе позволить на проекте иметь и продюсера, и project manager, то они достаточно просто распределяют между собой функции. То есть, как я говорил, продюсер — это человек, который будет про людей, про команду. PM — это человек, который будет про задачи, про сроки, про, соответственно, метрики. Соответственно, два вот этих человека — PM и продюсер — они вместе имеют полную картину проекта. И PM в этом случае больше будет направлен внутрь проекта. Он будет в курсе всех проблем, всех ситуаций на проекте. Продюсер будет больше в курсе про все, что происходит вокруг проекта. И, соответственно, на максимально эффективное взаимодействие, то есть, как бы, как такой двухголовый борел, который будет полностью контролировать работу всю над проектом. По PM, по ценникам. Средняя ставка PM в Москве начинается где-то тысяча от ста. То есть, ну, в принципе, можно где-то, да, там, допустим, на тысячу, полторы-две долларов ориентироваться. С PM, в отличие от продюсеров, есть такая интересная особенность, что PM достаточно легко находят работу не в геймдеве, и при этом, соответственно, в геймдев легко приходят PM из других отраслей. Вот, потому что, в общем-то, ну, какой-то суперспецифики именно PM-ской работы в геймдеве, в общем-то, нет. То есть, если вы работали PM-ом, например, на бизнес в каком-то софте, там, допустим, в банке или в каком-то агрегаторе, или в сотовой, допустим, разработке, то, в принципе, глобально для вас в геймдеве, ну, такого что-то супер, такого неожиданного вы не увидите. Вот, поэтому миграция специалистов, соответственно, между геймдевом и не геймдевом, вот именно по позиции, как бы, PM, она достаточно распространена. Вот, ну, и, собственно, поэтому, как бы, ценник и зарплаты, он определяется рынком в целом, а не, как бы, геймдевом в частности. То есть, потому что, если вы игровой продюсер, то, в принципе, вряд ли вы своими, как бы, навыками, да, сможете быть продюсером, ну, где-то еще не в играх. Ну, разработчики. Это, наверное, это, как это, самые незаменимые, да, как бы, люди на игровом проекте. Даже без разработчика, конечно, игру сделать крайне проблематично. Вот, хотя, хотя случаи такие существуют, когда, там, на движках, там, из кубиков каких-то что-то собирается, если оно даже как-то работает, вот, то есть, ну, во всяком случае, какой-нибудь, там, гиперказуальный или около того прототип без разработчика, наверное, запилить можно, но только на уровне прототипа. То есть, коммерческий продукт, конечно, без разработчика сделать сложно. Вот, про разработчиков здесь достаточно сложно, конечно, рассказать, в плане того, что тема, она гигантская. Вот, ну, наверное, важные вещи, что сейчас стоит отметить, что в играх, ну, наверное, там, 90 или там 95% рынка использует два движка. Это либо Unreal Engine, соответственно, и C++, да, либо, соответственно, это движок Unity и язык C-Sharp. Вот, и, соответственно, если вы планируете, соответственно, быть игровым разработчиком, то нужно осваивать один из этих двух движков. На самом деле, достаточно классная история, достаточно редкая для рынка, это если уметь оба движка, вот, потому что, на самом деле, там, на этом моменте возникают достаточно интересные запросы. Вот, ну, еще иногда в играх бывают варианты, связанные с HTML5. Вот, ну, и, пожалуй, так как бы в широком, в общем-то, смысле все. А, ну, есть варианты еще, естественно, для бэкэнд-разработчиков, да, то есть, если у нас какие-то игры с серверным взаимодействием, там достаточно много вариантов решений. Вот. По поводу ценника. В принципе, в играх разработчикам платят, на самом деле, несколько меньше, чем в бизнес-разработке. Собственно, связано это, в первую очередь, ну, разница, наверное, там, процентов на 20-25, в играх зарплаты меньше. Связано это с тем, что, на самом деле, с разработчиками, ну, в частности, как бы с людьми, которые работают в играх в целом, есть такая, как бы, хитрая особенность, что, как бы, если люди хотят идти в игры, то они в них идут. И здесь переманивать зарплатами смысла нету. Вот. Потому что, если людям все равно, что делать, то в играх вы вряд ли их, ну, как бы, надолго удержите. Вот. То есть, как бы, рынок людей, вообще, труда, ну, тех, которые делают игры, он формируется, вот, как бы, грубо говоря, таким вот образом, что, вот, человек может прийти, попробовать себя в игры, и он сразу для себя, ну, там, наверное, можно так громко сказать, на всю жизнь поймет, его это или не его. Вот. То есть, если человек понимает, что, о, я хочу делать игры, это круто, это мое, вот, то, соответственно, он, как бы, ну, будет делать игры. Если человек придет, посмотрит, скажет, что-то здесь вы какой-то фигней занимаетесь, вот, то, соответственно, он вряд ли, как бы, в игровую индустрию вернется. Ну, и, соответственно, все, там, владельцы компаний, да, то есть, которые, ну, люди, которые формируют в геймдеве рынок труда, они это понимают, вот, и поэтому в геймдеве, в отличие от бизнес-разработки, какой-то практика, ну, скажем так, переманивания людей через зарплаты, оно, в общем-то, ну, достаточно редко практикуется, вот, потому что, в общем-то, всегда есть приток, ну, собственно, людей из других сфер, которые говорят, ой, мне надоело, там, писать банковский софт, хочу делать игры. Вот, история вот такая, это следует иметь в виду. И, пользуясь случаем про разработчика, если вы нас слушаете, и вы молодой разработчик с горящими глазами, очень важно, на Юнити, и прям у вас глаза суперэпично горят, и вы вот прям готовы рваться в бой, вот, и делать ПВП, мобильные игры, тогда напишите мне в Телеграм, в личку свое резюме, там, с вилкой 100-150 зарплата, мы вас прям вот возьмем, вот, тоже в одну из студий наших выпускников. Вот, такая вот штука, и, пользуясь случаем, еще скажу, что осталось 15 минут. Да, мы поэтому успеем рассмотреть только, да, ключевых людей. А, геймдизайнер, ну, собственно, наверное, большинство людей, кто хочет в игры, наверное, думает о том, чтобы как бы рассматривать позицию геймдизайнера. Вот, в принципе, вполне как бы оправданный подход. Вот, геймдизайнер, в общем-то, является одной из входных позиций, на которую всегда есть, в общем-то, спрос. Вот, и что самое основное, геймдизайнером, ну, во всяком случае, джун геймдизайнером можно стать, не имея каких-то специальных навыков, специального образования. Что важно, чтобы прийти в геймдизайн, важно очень много играть и иметь, ну, достаточно системное, ну, как бы, мышление, умение писать документацию. В общем-то, этого достаточно. То есть, если вы имеете богатый игровой опыт, при этом, здесь как бы есть два подхода, оба из которых как бы одинаково классные. То есть, один вариант, что у вас есть игра, в которой у вас наиграно 10 тысяч часов и больше, либо у вас есть, там, тысячи игр в стиме, в каждую из которых вы, там, поиграли сколько-то часов, да, то есть. Вот, то есть, ну, у вас, да, должен быть, там, в тысячах часов наигрыш, это, в общем-то, в любом случае. То есть, успешного геймдизайнера, который не играет в игры, представить, в общем-то, невозможно. Вот. Второе, вы должны, собственно, уметь системно и четко излагать свои мысли в письменном виде. Вот. То есть, двух вот этих вот критериев вполне достаточно, чтобы стать, как бы, джунгейм-геймдизайнером. Ну, и дальше, как бы, уже приходить в геймдев-компанию и дальше уже, там, набираться опыта, развиваться. Важный, наверное, момент про геймдизайнеров еще отмечу, что геймдизайнеры бывают достаточно разными. Вот. То есть, я пришел уже, как бы, к концу того, как Костя отвечал на этот вопрос. Вот. Не все услышал, поэтому, может быть, что-то, как бы, повторюсь. Ну, как бы, я бы глобально разделил геймдизайнеров на, наверное, четыре, как бы, категории, да, по тому, чем человек на проекте занимается. Причем, в зависимости от проектов, ну, на достаточно крупном проекте, чтобы понимать, да, может работать одновременно, там, 10, 12, 15 геймдизайнеров. Вот. Это совершенно нормальное явление. То есть, допустим, ну, не знаю, в Ubisoft над проектами уровня Assassin's Creed может работать больше 20 геймдизайнеров одновременно, каждый над какой-то частью. Так вот, какие бывают геймдизайнеры? Бывают геймдизайнеры математики, которые про баланс. Вот. Соответственно, которые занимаются подсчетом характеристик там, юнитов, оружия, как бы, сводят таблички. Они же могут заниматься вещами, связанными с монетизацией, с расчетом внутриигровой экономики, такими вещами. Существуют геймдизайнеры, их, как бы, как это, их, как бы, оппозиционная, это, как бы, версия, да, это люди, которые занимаются нарративом. То есть, люди, которые пишут сюжеты, придумывают диалоги, которые больше, как бы, занимаются текстами. Существует отдельный, вообще, подвид геймдизайнеров, это левел-дизайнеры. Вот. Соответственно, это люди, которые придумывают, собирают уровни в играх. Вот. И несколько стоящая такая особняком категория геймдизайнеров это геймдизайнеры-аналитики. Вот. То есть, люди, которые, в первую очередь, занимаются разбором продуктов конкурентов, во-первых. Вот. И, во-вторых, соответственно, которые занимаются внутриигровыми метриками. То есть, если у нас проект с, допустим, внутриигровыми платежами, там, живет на фри-то-плей модели, то, соответственно, обязательно есть геймдизайнеры, которые следят за тем, как, собственно, изменение каких-то параметров игры сказывается на доходах этой игры. Так. По поводу, собственно, ценника, да. То есть, ну, в принципе, для джуниор-геймдизайнеров входная, входной ценник зарплаты где-то это, ну, там, 50-60 тысяч. Вот. Ну, и дальше, собственно, геймдизайнеры достаточно, собственно, быстро, как бы, растут в зарплатах. Вот. Ну, в принципе, такой, как бы, потолок для не-лида, это где-то там, ну, 100-120 тысяч, наверное, так, по Москве. Ну, и, собственно, если еще один человек, без которого проект сделать крайне сложно, это люди, кто занимаются графикой. Ну, тут в отличие от разработчиков, особенно если мы говорим про, там, игры в 3D, без какого-то супер уникального арт-стиля, то примеров удачных игр, которые были сделаны без специалистов по графике, их достаточно много, потому что можно брать, собственно, графику во внутренних сторах того же, собственно, Unity или Unreal, вот, или, собственно, покупать пакеты с графикой, ну, собственно, из других игр или стоковую графику, вот. Но, в принципе, если, конечно, вы хотите сделать свой какой-то уникальный продукт, то вам обязательно нужен уникальный, конечно же, арт-стиль, вот, который будет выделять вашу игру из всего многообразия и безобразия, что есть на рынке. По поводу художников, здесь, собственно, момент следующий. Рынок, на самом деле, то есть, ну, конкретно, если мы говорим про российско-СНГшный рынок, то с художниками он достаточно сильно наполнен, вот, связанное с тем, что художники, в общем-то, одни из первых специалистов еще так исторически, которые стали много заниматься фрилансом, да, которые сидят на удаленке очень часто на проектах, вот. Поэтому, в общем-то, ну, то есть, рынок сильно перегрет, да, поэтому, ну, из-за такой, как бы, большой конкуренции художникам, в общем-то, ну, так, на мой взгляд, сильно не доплачивают, но это связано с, как бы, с очень большой конкуренцией, вот, и с тем, что студия, которая находится в Москве, совершенно спокойно может не иметь в штате вообще художников и пользоваться услугами, соответственно, фрилансеров, ну, с территории СНГ, вот, где, соответственно, зарплаты, как бы, сильно ниже, вот. Я бы, конечно, советовал иметь в студии своего, как бы, арт-директора, вот, потому что, ну, то есть, когда... Чем арт-директор, да, тут, наверное, важный момент тоже отличается от просто, там, специалистов, там, по графике, да, то есть, арт-директор, он может вам... Он не обязательно будет вам весь проект рисовать, вот, он может сформировать просто некое видение арт-стиля, задать его, вот, и дальше просто контролировать сразу, как бы, ну, целую кучу художников, будь то они на фрилансе или в офисе, тут, как бы, без проблем. Вот, то есть, арт-директор, он умеет еще тоже писать документацию и формулировать свои мысли письменно. Так, маркетолог. Да. Я спрашиваю, в какой-то определенной программе? Что в какой программе? Ну, у нас... По графике, ну, тут невозможно так, как бы, ответить, потому что, на самом деле, рисование, в общем-то, и моделирование, по сути, в любом редакторе, вот, оно может где-то использоваться в играх, здесь все зависит от проекта. То есть, ну, вплоть до того, что существуют там супер, как бы, проекты, да, где художник, там, допустим, рисовал акварелью, а потом там сканировали, да, это вообще никаких проблем с этим нету. Вот. Потому что, ну, как бы, как раз с графической стороны, в отличие от технической, да, игры, они про многообразие. Вот. То есть, можно делать, ну, то есть, любой вид арта может быть востребован, и это, может быть, стать вашей, как бы, суперфишкой вашей игры. То есть, как бы, именно вот уникальный арт-стиль. Вот. Так. У нас, да, со временем сложности, да, там, 5 минут где-то остается. Ну, да, времени мало. Да. Ну, ладно, тогда расскажу еще немножко коротко про, вот, маркетологов и КМов. Вот. То есть, у нас остается, да, еще два специалиста, которые являются обязательной частью core-команды, которая разрабатывает игру. Вот. Соответственно, маркетологи, люди, которые будут заниматься изучением рынка и продвижением. Здесь, наверное, важный момент, если мы говорим про, допустим, инди-студию и ваши какие-то собственные разработки, бытует такое ошибочное мнение, что маркетолог нужен когда-то там, когда игра будет готова. Это вот в корне неверный подход. Вот. Маркетолог нужен, в общем-то, с самого начала. Вот. Потому что маркетолог во многом может определить вообще, стоит ли вам делать игру или не стоит, просто занявшись как бы изучением рынка и конкурентов. Вот. Потому что как бы ваша там супергениальная идея, она может так оказаться, что на рынке она, например, никому не нужна. Или то, что ее уже 50 раз сделали, она не выстрелила. Вот. И тогда, собственно, если вы привлечете маркетолога на самом первом этапе, то есть когда вы только обсуждаете идею и пытаетесь ее сформировать, и маркетолог посмотрит по рынку и скажет, ребята, давайте мы этого делать не будем. И вы сэкономите там год своей жизни и кучу денег. Вот. Еще, наверное, тут важный момент стоит отметить, что если вы планируете выпускаться с издателем, то маркетолог 100% будет на стороне издателя. Вот. И вот в этом случае может быть свой собственный, вам будет и не нужен. Вот. Но это если вы планируете именно взаимодействие с издателем и публиковаться не самостоятельно. Вот. И последний как бы человек, без которого выпустить игру практически невозможно, это комьюнити-менеджер. Опять же, если вы будете выпускаться с издателем, то работа с комьюнити будет вся на стороне издателя. Тоже, соответственно, свой собственный, вам не обязательно что понадобится. Вот. Если же вы планируете выпускать игру сами, особенно если вы планируете делать это через Steam, вот, то комьюнити-менеджер это ваш как бы как это главный товарищ. И он тоже в этом случае нужен вам как можно раньше. Вот. Потому что как только вы будете приближаться, допустим, к своему как бы прототипу, да, то есть уже у вас будет стадия там MVP в игре, комьюнити-менеджер сможет уже начать вести ваше сообщество. В первую очередь это непосредственно страницу в Steam, плюс социальные сети, вот. И вы, в общем-то, благодаря работе как бы сообщества вы сможете набрать как бы виш-листов заранее, вот, сильно до релиза, вот. Может быть, какие-то вещи даже, ну, благодаря комьюнити-менеджеру вы можете, ну, настолько раскрутить, допустим, свою страницу и свои соцсети, что, допустим, вы сможете выйти, допустим, в ранний доступ. Вот. И на этом уже что-то заработать тоже, ну, средства, которые дальше вложите в разработку. Вот. То есть вот такие вот вполне как бы сценарии существующие. Сергей, слушай, а вот если, спрашивают, какие шансы попасть в GameDev как 2D-художник, если нет опыта, но есть энтузиазм, вскоре будет готовое портфолио? Да, вполне есть. То есть как раз попадание в GameDev художника проблем вообще никаких из себя не представляет. Здесь все просто упирается в портфолио. Ваш арт-стиль. Ну, мне кажется, что очень важный момент – это показать какой-то уникальный арт-стиль. Тогда, ну, если дальше иметь вот этот портфолио в своем собственном каком-то уникальном арт-стиле, вот, и дальше его, ну, максимально как бы тиражировать, да, то есть везде как бы пытаться публиковать, показывать, то, скорее всего, кто-то заинтересуется вашим арт-стилем, да, если он действительно будет классный, и захочет сделать игру вот именно вот с таким вот, ну, с как бы с такой графикой. Да, вот. Ну, опять же, просто как бы, да, допустим, или фрилансить, да, на GameDev студию, или, ну, собственно, пойти как бы в офис, да, там, допустим, работать в своем городе. Вот. С этим тоже как бы проблем нету, потому что GameDev студии всегда ищут графических специалистов по графике. Вот. Так же, собственно, как всегда ищутся разработчики. Вот. Здесь как бы вот с остальными специалистами все как бы несколько сложнее. Вот. То есть там нужно как бы скорее так посмотреть варианты, искать как бы вакансии. То есть те же вакансии, допустим, геймдизайнеров, они на рынке, ну, их нет в таком количестве, как художников, моделеров или разработчиков. Вот. Здесь нужно как бы быть в тренде, смотреть по сторонам, как бы проверять вот списки вакансий. Слав, а презентации сами они как-то вообще будут дальше, да? Да, 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 да. Смотрите. Все, кто записывался на мероприятие, получат и презентацию, и видеозапись. Все будет разослано по электронной почте, и на нашем канале в YouTube ссылка на него есть выше. Также в том числе ссылка есть выше на ресурсы, где смотреть вакансии и списки российских игровых компаний. Хорошо, тогда ты сам, если какие-то вопросы еще есть, то можешь тогда перейти по вопросам, пройтись. Да, давай, давай. Так, уже около четырех лет работаю преподавателем в школе, разрабатываю задания и критерии выполнения к ним, организую коллектив учащихся, сейчас, организую коллектив учащихся, выполняю административные функции. Могут ли пригодиться эти навыки при устройстве на работу в геймдев, Сергей? Ну, это как навыки, естественно, они могут пригодиться, но я думаю, что каким-то суперконкурентным преимуществом при старте карьеры вряд ли они будут являться. Ну, смотря на какую позицию вы, конечно, собираетесь пробоваться в геймдев, но управленческие навыки, они, ну, в общем-то, нужны, как это там, обычно двум людям на проекте, да, то есть ПМ и продюсеру, ну, и АПМ и продюсер, они как бы точно не являются, ну, скажем так, входными навыками, входными позициями в геймдев, когда вы с нуля приходите. Вот, поэтому, если пригодятся, то только через некоторое время после того, как вы поработаете уже в другом качестве. А вот Никита Кратаев спрашивает интересный вопрос. Если ты программируешь игру и уже их выпускаешь, но тебе нет 18 лет, что делать? Вот первое, что скажу, Никита, обязательно отправьте мне резюме в Телеграм, и, соответственно, вот как раз, может быть, вы как раз и есть тот человек, который нужен команде, который делает PvP-шутер, где нужен с горящими глазами человек, и при этом уже с выпущенными своими проектами. Так, а еще, что, Серег, делать? Общем проблема в 18 лет, у нас вроде в стране 14 работать можно. Ну да, хорошо. Я геймдизайнер, ориентируюсь на RPG, ориентируюсь на RPG и лутер-шутерах. Если кому-то нужен, а, если кому-то нужен ВЛС. Все, понятно. Не то, зачитал. Вопрос про матч-3, Сергей. А если уже есть небольшой опыт работы в этом направлении, но его недостаточно для работодателей, и берут даже на джунов только опытных сыскателей. Может, стоит сменить профкурс в сторону геймдизайна? Я уже начал осваивать курсы и читать соответствующие книги, чтобы не сойти с ума от поиска работы. Яна Янсен спрашивает. Что делать, если небольшой опыт работы в матч-3, но недостаточно для работодателей, не берут? А вот вам кем? А кем, да, Яна? Кем опыт работы? Анна, кем опыт работы, да. К сожалению, да. Непонятно. Хорошо. На этот вопрос мы потом еще попросим ответить тогда Сергея Волкова. Артемий Волков, написанный Сергея. То есть мы... Артемия? Ой-ой-ой. От Сергея будем сейчас передавать Сергею. Левел-дизайнер матч-3, Анна, Сергей. Ну, от левел... Почему? Я думаю, что если опыт работы левел-дизайнером есть, то в левел-дизайн точно можно двигаться. Вот. Просто... Ну, больше... Да, надо как бы смотреть вакансий много. Вот. Я думаю, что варианты точно должны появляться. Вот. Особенно, если есть уже как бы сложившееся портфолио. Вот. Ну, лучше, конечно, для гейм-дизайнера, мне кажется, всегда расширять свой спектр навыков. Вот. То есть, допустим, не пытаться концентрироваться на чем-то одном. Вот. Здесь... В гейм-дизайне, мне кажется, вот, если говорить про вот сейчас, да, про 20-й год, то, наверное, самые все-таки вещи, востребованные на рынке, они связаны с... Ну, собственно, с аналитикой, с копанием в циферках. Вот. Ну, в принципе, связаны, да, с тем, что... Индустрия сильно количественно растет в фри-то-плее. Вот. И, ну, как бы, продвижение свое вот в эту сторону, да, развитие себя в такие... в эти навыки, вот, оно как бы точно поможет с поиском работы вот в 20-м году. Ну что, спасибо, Сергей, большое. Очень интересное выступление. Смотрите, я сейчас скинул в чатик Facebook Сергея, и если хотите его помучить вопросами, пожеланиями и предложениями, то можно добавить Сергея в друзья, полайкать, что он выкладывает, да, и это... и, соответственно, написать какие-то вопросы Сергею. Давайте скажем, Сергею большое спасибо за рассказ и ответы на вопросы. Вот. Сергея можно будет еще много-много раз увидеться у нас на обучении и написать ему. А сейчас от Сергея... Спасибо. Да, все доброго. Мы передаем слово Сергею. Спасибо.